А мы продолжаем проходить Far Cry 4. Ну что ж, давайте зайдём, посмотрим, что кроется за этой дверью. Так, открыть, зажмите X, чтобы открыть. Как это было в третьей части, там тоже использование предметов было на кнопку X. Так, вилка, значит, ладно, а ведь может быть намного хуже, да? Давай-ка повторим. Ещё раз, я должен быть уверен, что ты понял, чего я хочу. Итак, ты понимаешь, почему, 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 почему ты сейчас здесь? Супер, но вы золотой путь, негодяи, плохие парни, а я герой, и значит не хочу. Пытают парень, когда делать больно тебе. Я хочу выслушать, ты знаешь, все говорят, что я умею слушать. Кто это вообще такой? Первый раз его вижу. Почему-то видна пиксельная такая графика немного в некоторых местах. Да, током его бьют. Ну ладно. Всё, не будем наблюдать за этой картиной. Движемся дальше. Что ж ты меня пугаешь? Аджай, Гейл, я Сабал из Золотого Пути. Золотой Путь, мы друзья, я знал твоего отца. Мы спасём тебя, сын Махана. А я, походу, был заложником. Или нет? Ай, короче, хрен его знает. Бред какой-то открыться. Ну, пойдём, пойдём. Они знают, что мы здесь. И нам нужно отсюда выбираться. Как можно скорее. Понял, окей, да. Всё, всё, понял. Один, два, три. Так, сбегите на грузовике. Нужно бежать к грузовику. Так, блин, сюда нельзя. А, вот, 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 я его вижу. Ох, какое... Пыльцо вздымает, блядь, попадание пуль в землю. Так, ух, я удерживаю тейк, чтобы войти. Ну, давай, поехали, 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 поехали. О, слон выбежал. Нехило. Кстати, я хочу побыстрее попробовать покататься на слоне. Заодно и вам продемонстрирую, как это вообще происходит. Так, а вот, музыка, чересчур громкая. Давайте её понизим. Так, музыка. Чёрт, это не та музыка. Блин, но закладывать, сука. Так, ну, вот так, думаю, будет нормально. Прицел, ну, видео здесь. Параметры экрана, нет, это не то. Всё. А как же отключить музыку? YouTube, конечно, будет агриться. Якобы мой видеоконтент содержит в себе чужой аудиотрек. Задрали, конечно, не в последнее время с этим. Так, ну, а сейчас, во время преследования, мы должны отстреливаться с нашего джипа при помощи УЗИ. Так, вон там были вроде какие-то баллоны, в которые, если бы я попал, то был бы бабах. У-у-у. Дэмит. По-любому сейчас водитель будет мёртв. Я, как бы, остался жив. Сейчас найду какой-то вид оружия. И дальше мне будет нужно добраться в какую-то точку. Кромся, всё и вся вокруг. Так, мачете. Ну, ничего себе. Мачете это вещь. Так, ну, теперь мы можем бродить. Бродить. И ещё раз бродить. Доберитесь до колокольни. Так, управление какое? Правый стик. Да, это рубануть мачете. Так, Б это присесть. Икс вроде ничего. И Y, по-моему, золотая тирана. А, враг. Так, блин, меня чуть не заметили. Эл-Б это инвентарь. Тут есть приманка. Так, заблокирована. Не знаю, что это вообще такое. Метательный нож. Ноль у нас их. Граната тоже ноль. И коктейль молотова. У нас их тоже ноль. Незаметность основы. Так. Индификатор... А, ой-ой-ой. Пф, ёп. Индикатор обнаружения. Показывает, насколько враги могут вас заметить. Если шкала полностью заполнена и мигает, значит вас заметили. Нажмите стрелку вправо, чтобы бросить камень и отвлечь врагов. Нажмите Б, чтобы присесть. Так вас будет труднее заметить. Обратите внимание на значок в правом нижнем углу экрана. Хорошо. Спасибо. Большое спасибо вам. За то, что проинформировали меня. Так, ну, а меня заметили и по мне открыли огонь. Надо их быстренько рубануть. Блядь, не, походу я умру. Да, я умер. Загрузка тут не из быстрых, поскольку фрибут-версия. Она немножко сжата. Соответственно, Xbox загружает диск немножечко дольше. Так, давайте, наверное, спрячемся где-то в кустах. Вот и когда они будут проходить мимо, мы так из-под кустов так... Керась, короче, их зарубим. Ой-ой-ой, вот они. Почему-то я думал, что они будут вот с игры, стоит спускаться. Так, их трое. И они, по идее, сейчас должны разделиться. Так, первый раз. Первый есть. О, его, смотрите. Эта фишка взятая из третьей части. Там, где после того, как вы зарезали противника, там буквально вам дают одну секунду на то, чтобы его оттащить в любую сторону. Вот. Ну и если я возле вас есть кусты, то вам повезло, потому что вот так, хоп, и вы его положили прямо в кусты после того, как убили. Тем самым, остальные враги, которые еще живы, они будут проходить мимо этого трупа, который лежит в кустах, и не будут его вообще замечать. И тогда ваша скрытность повысится. Так, кровь как бы здесь есть, но ее немного. Ой, там еще вроде кто-то. Так, сейчас мы с ним разберемся. Нет, вроде никого там нет. Вот еще одна из особенностей, смотрите. Во-первых, вы можете обыскать труп. Ну, это было вроде бы, если не ошибаюсь, если память не подводит. Но самое главное, как бы, фишка, вы, если нажмете на правый стик, будете его держивать, то вы можете поднять этот труп и оттащить в нужное вам место. То есть, допустим, подходите к кустам с трупом, выбрасываете, он, блядь, катится. Вот таким образом вы его маскируете. И его, тогда, как я уже говорил ранее, враги не смогут заметить. Так, идем дальше. Здесь, походу, пока что никого не будет. Разве что может напасть какая-то на меня дикое животное. О-о-о, тихо, аккуратно. Почему-то на карте не было отображено этого противника. Ну, ничего страшного, потому что сейчас мы сможем пробовать вот этот вот метод с бросанием камушка, с отвлечением внимания. Так, давай, пока он будет идти туда. Можно вот сюда вот еще раз кинуть. Как бы мы его так наебали, дворорой! Также, после того, как вы вот моментально зарубали своего врага, ну, то ли это мачете будет, не знаю, то ли ножом, вы сразу его, как бы, обыскиваете, и вам с какой-то десяток, да, дадут патронов. То есть, вы, как бы, сразу снимаете, ну, допустим, там, с кабру или с какого-то пояса, и их запасы. Патрон-чаги! Их там двое, не знаю, справлюсь я с ними или нет. А, вот, кстати, после того, как вы наводите прицелом на врага, они помещаются такими красненькими треугольничками. Так, это вода, да? Походу, можно будет проплыть. Или нет? Да, видите, можно проплыть, как бы. Ой-ой, давай так, аккуратно, тихо. Блин, не получается у меня забраться на этих камнях. Блядь, придется все-таки плыть. Падла смотрит в мою сторону. Ну, ладно, давайте попробуем нырнуть. Так, немножечко проплывем. Ускоряться, это левый стик. То есть, на него нужно нажать. На этот левый стик точно так же было и в третьей части. Так, далековато мне еще придется идти. Так, здесь можно пробежаться. О, я вижу какую-то дичь. Во-первых, птицы. И они объедали. Так, это у нас кто? Олень, да? Снять шкуру. Удерживать их, чтобы снять шкуру. Так, мяско я залатал. Чтобы сделать приманку, освежите любое животное. А, освежите любое животное, удерживая Х. Откройте селектор оружия, удерживая ЛБ. И выбирайте приманку. Нажал правый стик. Ну, то есть, правым стиком вы как бы двигаете в этом селекторе оружия. Бросайте приманку с помощью РБ, чтобы приманить хищника в эту область. То есть, какая здесь система? Если у вас есть мясо, то есть, как оно отображается. Вот, видите, приманка. В виде такого куска мяса отображается, как пиктограммка небольшая. Вот, вы выбираете. И, если заметите неподалеку противника, вы можете кинуть к нему туда, к ногам мясо. Если поблизости находится какое-то хищное животное, то он сбежится как бы на мясо. Но при этом заметят противника, этого врага. И набросится, соответственно, сначала на него. Потому что, как бы, человек... В нем содержится гораздо больше мяса, нежели в том куске, который я брошу. Ну, а поскольку серия уже длится 13 минут, я, пожалуй, на этом закончу. Так что всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Смотрите предыдущую серию и следующую серию, если вы их еще не видели. И до скорых встреч, ребят. Всего наилучшего вам. Пока, братишки. Субтитры сделал DimaTorzok